В России стартовали продажи нового полноразмерного кроссовера XC2X. При почти 5-метровой длине китайская новинка имеет трехрядный семиместный салон. Притом компания обещает премиальное качество материалов и сборки. Модель построена на легковой платформе с поперечным расположением мотора, передней подвеской McPherson и задней многорычажкой. Эту же базу использует младшая модель TXL, уже знакомая россиянам. Силовой агрегат только один – двухлитровая турбо-четверка, которую ради более гуманной ставки транспортного налога дефорсировали до 250 сил. К ней прилагается семиступенчатый преселективный робот и система полного привода. Начальная версия называется, конечно же, «Лакшери» и стоит больше 3 миллионов рублей. Список оснащения включает 6 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, бесключевой доступ, камеры кругового обзора и электропривод багажной двери. Продолжает список аудиосистема «Аркамис». Беспроводная зарядка, проекционный экран и панорамная крыша. Топовую комплектацию сразу назвали «Президент». В нее добавлен комплект систем безопасности, обивка сидений перфорированным кожзамом, электропривод водительского кресла, плюс ионизатор воздуха и амбиентная подсветка. Для тех, кто запамятовал «Эксид», это премиальный суббренд компании «Черри». Притом, некоторое время китайский премиум предлагался россиянам под двойной маркой «Черри Эксид». Но позднее маркетологи упростили название. И продолжая тему суббрендов. «Митсубиши» возродило подразделение «Релли-Арт». Пока перезапуск касается только Таиланда, где покупателям предложат внедорожник «Поджеро Спорт» «Релли-Арт» и пикап «Тритон Релли-Арт». Правда, объем доработок совсем невелик. Так, обе «Релли-Артовские» модели имеют обильный черный декор кузова, затемненные фары, красные брызговики и яркие декали, то бишь наклейки на боковинах. Впрочем, это лишь первый этап возрождения культовых десяти полосок. По слухам, первой действительно заряженной моделью станет спецверсия гибридного кроссовера «Митсубиши Аутлендер». Напомним, что изначально придворный отдел «Релли-Арт» создавался, дабы собрать инженеров для фирменной гоночной программы. Но позже «Релли-Артовцы» начали помогать и в разработке гражданских автомобилей. Потом дело дошло до выпуска разнообразных аксессуаров. Правда, в 2010 году история легендарного подразделения неожиданно прервалась. Его закрыли из-за убытков материнской компании.